Итак, я рада представить нашего первого гостя, председателя благотворительного фонда «Царь рыба» Евгения Пащенко. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, мы знаем вас как очень известного общественника, известного не только в нашем крае, но и за его пределами. И вы являетесь автором, идейным вдохновителем таких уникальных композиций, как «Царь рыба», всем известная, и «Белая лошадь». А сейчас работаете над очень важным новым проектом, как я уже сказала, «Дети Сибири своих не бросаем». Давайте подробнее об этом проекте расскажем нашим телезрителям. Давайте я попробую подробнее рассказать. Но сегодня мы живем в непростое время, когда нам выпали такие серьезные испытания нашему русскому народу, украинскому народу. Видимо, мы должны через это пройти. И все больше и больше людей подключаются к этой трагедии, к решению этого вопроса. И в основном это взрослые. Дети тоже пишут письма и прочее. Это тоже идет помощь взрослым. Мы подумали, почему бы как-то не попробовать, чтобы дети что-то поддержали детей, которые у нас сегодня на Донбассе, в Донецке, в Луганске. И вот пришла такая идея, которая подключит их к проекту, скажем так, продолжения жизни царь рыбы, которая у нас на смотровой площадке. Вот эта вот идея, чтобы туда добавить еще пару осетрят, она мне возникла, наверное, года три назад еще. Раньше, да, то есть захотелось, ну, во-первых, мы живем, да, то есть время другое проходит, да, хотелось соответствовать какому-то времени, какого-то вот той обстановке, которая вокруг нас, да. И вот эта вот маленькая осетрята, которая планируется добавить, да, это, скажем так, сочетание времен какой-то. Вот есть такая классика Виктора Астафьев, да, и маленькие осетрята, да, которые появляются, это новое поколение. То есть каждый ребенок маленький, да, который, он может иметь свою царь рыбу. То есть дерзай, не бойся, иди, можешь иметь свою маленькую царь рыбу. И вот мы в конце прошлого года запустили проект «Дети рисуют царь рыбу». То есть я попросил ребятишек, да, чтобы они нарисовали, каких осетрят они видят на этом памятнике. Вот, но сразу заложено в положение было так, что эти рисунки, которые будут у нас, появятся в результате этого конкурса, да, мы после этого, после конкурса, мы устраиваем благотворительную ярмарку и реализованные рисунки, средства, которые получены, мы на эти деньги издаем книгу. Книгу с детскими рассказами сибирских писателей в том числе и будем просить, чтобы там были и рассказы, там, «Консь розовая грива», там, ну, и там, ну, все-таки на озере Растахерова. И эти книги, которые мы выпустим, мы торжественно, у нас делегация направится к детям новых регионов, детям Донбасса, детям Луганских и Руси, там, для школ, для библиотек, чтобы вот дети детям, скажем, Донбасса, да. Вот такой комплексный, такой длинный, такой проект. И закончился у нас конкурс, да, приняли участие там также ребятишки и Донецк, это, кстати, те ребятишки, которые возрастом с 6 до 10 лет, это которые родились под бомбежками, которые живут под бомбежками, да, они нам рисовали, Луганск рисовал, значит, подключился, мы не просили, но какого-то узнали, подключился Пермский край, город Часовой, где Виталий Петрович оставил, ну, в рамках этого столетия, да, вот, Иркутск приключился, мы получили так, без малого, полторы тысячи рисунков. Такой целый косяк, Касситров сейчас находится там, где-то в аквакуатуре Енисея, там, ну, идёт, там, царь рыбу смотрит, когда там случится вот это чудо, да, то кого из них, да, возьмут и посадят. Вот, значит, и сегодня мы заканчиваем первый этап. Первый этап мы сейчас, спасибо большое Министерству образования Красноярского края, Министерство культуры, они очень активно нам помогают. Да, и сейчас мы организовываем, скажем так, такие уроки мужества, называемые, театрализованные уроки мужества. То есть это уроки мужества подразумевают такие награждения под концертные какие-то там действия, да, всех участников, без исключения, которые принимали участие. Эти уроки мужества пройдут в Лесосибирске, Шарипово, в Узжуре, значит, Запад у нас очень активно рисовал Красноярского края, да, в Каннске, в Курагино и две площадки у нас в Красноярске. Это все пройдет в промежуток майских каникул с 28 по 1 мая. Как раз детям будет чем заняться. Заняться, да. Ну, я вам просто, ну, словами не передам, насколько это вот такое прямо реакция со стороны родителей и участников. У нас, кстати, есть сюжет и возможность посмотреть, как проходил конкурс в Свердловской городской библиотеке имени Виктора Петровича Астафьева. И благодаря сюжету, который сняли наши коллеги из киностудии «Горизонт», мы можем сейчас его увидеть. Давайте посмотрим. В Свердловской городской библиотеке имени Виктора Петровича Астафьева появилось много новых локаций, где специалисты учреждения могут проводить разные творческие мероприятия. Конкурс рисунков осетрята стал поводом собрать детские аудитории и талантливых наставников. Ваши рисунки, которые вы сегодня нарисуете, будут участвовать в очень большом классном конкурсе. Ваши рисунки поедут далеко-далеко в Красноярск. И там детки, такие же, как вы, организуют благотворительную ярмарку. На этой ярмарке они продадут ваши рисунки, как будто бы вы знаменитые художники. И потом потратят эти деньги, знаете на что? Угадайте. Ну, а получу здесь? Конечно, они издадут книги с вашими рисунками и буклеты с открытками. Сегодня в Свердловской центральной городской библиотеке мы в очередной раз собрались, чтобы порисовать осетрят. Конкурс, который нам предложил Красноярск, наш город-побратим. Нужно сказать, что данный конкурс инициировал благотворительный фонд «Царь рыба». При поддержке Красноярского музея, который находится в Овсянке. И, конечно же, к столетию Виктора Петровича Астафьева, которое мы отмечаем в 2024 году. Это позволит больше познакомиться с творчеством Виктора Петровича Астафьева. Это непростой конкурс. Дети, рисуя рисунки, отправят их в Красноярск. А дети в Красноярске организуют прекрасную благотворительную ярмарку. И на вырученные деньги напечатают книги, которые нам обещали подарить в нашу библиотеку. На этом занятии с детьми работала Анна Швечикова. Талантливая художница, человек с активной жизненной позицией. И в придачу ко всему многодетная мама. На приглашение городской библиотеки откликнулась с радостью, так как работа с детьми – ее призвание. Буквально через час у ребят, которые в быту занимаются рисованием на любительском уровне, получились настоящие шедевры художественного искусства. Насколько легко вам дается работа с детьми? Детей очень люблю, обожаю. Для меня работа просто приносит удовольствие. И творчество я люблю рассказывать. Мне очень нравится радоваться за успехи детей. Мне очень нравятся их горящие глаза, уверенность в своих силах. Вот приходят, говорят, я никогда не рисовала. Выходит уже с картиной ребенок. Такое же мероприятие проводилось шестью днями раньше с юными воспитанниками детской школы искусств номер один. Ребята с удовольствием рисовали осетрят, оттачивая навыки настоящих художников. Мы рисуем осетрят. Сказка писали о рыбе. Хочется сказать, что благодаря Красноярскому краю мы теперь можем проводить в стенах нашей библиотеки вот такие замечательные современные мероприятия. Позволяет локация. И также это позволяет более быстро интегрироваться в повестку культуры Российской Федерации. Спасибо, друзья, за то, что вы у нас есть и за то, что дарите нам такие прекрасные перспективы. Замечательный конкурс. И видно, как ребятишки реагируют на эти все мероприятия. Очень классно. То есть они очень хотят, очень заинтересованы в этом, так же, как и их родители. Еще неизвестно, кто больше заинтересован. Может быть, родителей даже больше. А что еще в ближайшее время вы планируете провести, кроме того, что сейчас перечислили? Ну, смотрите, значит, давайте я продолжу немножко. Выпустим книги с детскими рассказами и планируем к первому сентябрю, в планах пока, отправить туда какую-то группу наших конкурсантов. Отправить в Луганск, где недавно побывал губернатор Красноярского края. Кстати, вот этим ребятишкам, которые в сюжете мы видели, губернатор, когда туда приезжал, около месяца назад, делегация приезжала туда, да, они вручили уже призы этим от нас. Вручили призы этим ребятишкам. Спасибо большое. Вот, значит, и хотим, чтобы 1 сентября ребятишки в нашем месте провели какую-то линейку с луганскими ребятишками, да, посидели на каком-то в общем уроке, там, может быть, сходили в музей молодогвардейцев. Ну, такое вот сделать, какое-то совместное, такое показать, что в далекой Сибири, она не холодная Сибирь, она может быть и холодной, но когда здесь бывает, что вот эти вот горячие сердца вот этих маленьких ребятишек, да, это друзья любое время, они готовы сюда вот принять их там ребятишек. Теплые эмоции. Теплые эмоции, да. Вот. Значит, ну и, наверное, вот 1-го числа мы планировали 1-го мая столетия Виталия Петровича Стафьева сделать там уже осетряд, да, но мы маленько отложим, потому что слишком много событий, слишком много событий происходит. Сделать саму скульптурную композицию? В этом году, да, мы хотели 1-го числа, да, то есть у нас уже... Это уже совсем скоро? Совсем скоро, да, но мы маленько перенесем, перенесем, потому что очень много событий 1-го мая, там, 9-го мая, не хотелось бы как-то вот это что делать в 1-го. Сделаем чуть позже. Объявим это дополнительно об этом. Вот. Ну, что касается самого вот этого проекта, да, «Дети Сибири своих не бросаем», да, значит, вот меня тоже часто спрашивают, да, а какая его дальше перспектива, да, будет жить он, будет какой-то ли... Ну, знаете, я так скажу, что он сам по себе уже живет, этот проект. То есть мы... Почему вот я выбрал еще вот это поколение, да, там от 6 до 10 лет? Ну, вот эти вот времена трудные, так называемые, да, скажем, война, она... Я считаю, что нам нужно 10-15 лет, чтобы мы могли основательно выйти победителями в войне против коллективного Запада. И вот это вот поколение, которому сегодня 6-10 лет, да, это то поколение, которое... Я бы назвал его даже послевоенным поколением, которое... Они будут создавать новую Россию. Они будут строить новое государство, новую империю. Это вот та самая элита, о которой, как говорил наш президент, это вот этих ребят надо воспитывать. И поэтому уже, если так честно говорить, да, вот я поколение мое, да, чуть-чуть, может быть, младше, старше, мы прожили очень комфортные времена. Наш, ну, как скажем так, счастливое поколение, самое из всех вот этих, да, вот, но сегодня нужно уже какие-то похоти нашему поколению поумерить и больше обращать внимание на строительство, конструирование отзывчивой души, доброй, с любовью, с надеждой, вот именно наших детей. Потому что, еще раз говорю, и от них зависит, будет ли дальше государство, будет еле вылочиться, или будет взрывной такой темп его развития. Как вы считаете, какие идеи нужно сейчас подарить этим детям, чтобы вырасти, когда они вырастут, они могли бы построить крепкое государство, чтобы они были настоящими людьми, патриотами? Вот смотрите, вот сегодня меня смущает, да, какие вещи. Сегодня на всех молодежных площадках, практически, наша Тимбирюса, молодежные там, крепы, которые проходили, да, во главу ставит молодежь карьера. Что такое карьера? Карьера – это одиночки. Одиночки, которые по своим, по трупам своих товарищей, там условно, да, они забираются, занимают какую-то должность. Есть лидеры, ну, вот возни, да, которые масса выводят. Которые ведут за собой. Коллективные, да, то есть, и нам нужно, даже просто, как бы, посмотрите на своих, вот, бабушек, дедушек, то есть, не надо там придумывать что-то, да, посмотрите, вы порассказывали, вспомните, что вам рассказывают, да, что взаимовыручка и слово справедливость, вот эти вот два основных слова, и песни, там, «Отдам последнюю рубашку», там, ну, масса вещей, да, которые, то есть, нужно им, прямо внушить, да, ребятишкам, что ты должен всегда помочь тому, кто в этом нуждается, помощь оказать. То есть, вот это вот главное, и я еще, почему вот это вот собираю, то есть, казалось бы, ну, что там конкурс рисунков, они каждый месяц проходят у нас конкурс рисунков, да, но я хочу собрать их все вместе, там, получается, у нас с родителями на конкурсах идут родители, учителей приглашают, представляете, там, три-четыре тысячи всего, да, и хочется показать, ребята, смотрите, все вместе, когда вы все вместе, вы можете, вернуть, или там поодиночке идет, или вот с этим телефоном, да, каким-то, или вот вы друг на друга посмотрите, вот, то есть, вот именно общность, именно взаимовыручка, вот такие, как вот понятие любви, да, какой-то вот близнему надежды, уважение к Сташу, то есть, вот это все о том, о чем говорит, вот, основы вот новой культурной политики президентом, да, то есть, грубо говоря, сегодня идет война, ментарная за душу, ребенка за душу человека, либо выбирайте там золотые маковки церквей, солнечный круг, да, либо там какую-нибудь там антисамку, или как ее там называют, там каких-то там кандинских яутов, ну, может быть, кому-то нравится, да, то есть, ну, как вот, ну, как бы не согласны со многими, ну, вот, поэтому нужно просто больше внимания уделять детям. А у вас уже есть представление о том, как будет выглядеть новая композиция царь-рыба с осетрятами? Нет, что значит представление? У нас уже один осетренок готов. Один осетренок уже есть. Это я должен сказать спасибо нашему алюминиевому заводу, вот, или там на алюминиевом заводе, не знаю, какие-то алюминички, да, крамс, да, то есть они вот, я говорю, попросил, что там с этим мостиками все эти делают, сделайте какую-нибудь нормальную вещь, сделайте осетренку, вот они сделали осетренку, вот, ну, сейчас мы второго еще будем делать, да, и вот, да, да, то есть есть представление, вот есть, основано на рисунках, многие нарисовали, где они, я почему-то их видел, вот там где сеть у нас, да, вот где сеть порванная, я видел, что осетрята должны пройти вот через эту дырку, мама дорогу показывает, да, но почему-то ребятишки все их внизу рисуют, вот что-то под низ, ну, посмотрим еще, ну, как-то рядышком с мамой, где-то хвостиком, потому что очень много, знаете, в рисунках очень много, там же подписывают все, мама защитит, там братьев защитит, то есть там еще и слоганы, да, какие-то? там очень интересные слоганы, такие. А может быть, этим маленьким осетрятам уже имена дают? Да, уже есть имена, то есть мы написали сказку, сказку, да, на основании чего начали ребятишки рисовать, да. То есть это уже целая история, да? Это целая история, да, это целая история, да, значит, имя, там, братья и сестренка, Ася и Усик. Ася и Усик. Да. Угу. А в чем заключается эта история? То есть осетрята, они что, они куда-то вместе с мамой? У них мама пропала, осетрята. У них пропала мама, да, и они потеряны, забились, и не понимают, что делать, да, и вдруг через толщу воды пробивает какой-то луч света. И вот там братья там, пойдет по этому лучу, да, и вот они там плывут, с глубины вылетают, сейчас и крестьяпий вдруг выходит, и видят вот эту красоту, и не сеет там, вот эта наша смотровая площадка, то есть это природа, да, и вот они прямо захотели туда, царь рыбы. Очень символично. Вообще этот проект вы планируете развивать и, может быть, масштабировать не только в нашем регионе, но и в других, на всю Россию? Ну, я еще раз скажу, что этот проект уже живет, он абсолютно, абсолютно даже независимо от нашего уже желания или нежелания, да, он будет жить, мы будем, скорее всего, регистрировать его, может, сразу как федеральное движение, может, региональное, да, но это же очевидно, да, что дети должны детям помогать, они сегодня дети, у нас война еще 10, еще 15 лет может подлиться там, в корячей или какой-то другой стадии, да, и это время же нельзя терять, нам нужно, чтобы они воспитывали, не через 10 лет, скажем, ребята, а вы знаете, что нам нужно помогать там, они должны уже расти с этим, что вот они должны там, где-то в новой территории, там ребята в беде, они должны, само собой разумеющееся, что там должны, ждут нашей помощи, мы должны помочь. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости, рассказали об этом удивительном проекте, еще раз представлю нашим телезрителям, с нами сегодня был председатель благотворительного фонда «Царь рыба» Евгений Пащенко.